добрый вечер господа давненько с вами не виделись и хороший повод вот увидится это сделать обзор на лиан ли а3 вот такой вот он я честно думал что он гораздо меньше вы просили его пожалуйста вот подписчик взял и просто так его прислал за что конечно ему еще раз отдельная благодарность корпус это наверное один из не скажу что главных но один из конкурентов джонс будет это д-31 сюда можно поставить mtx материнку полноразмерную как можете видеть да он супер длинный он реально длинный он наверно даже длиннее до 31 в него можно поставить 360 радиатор абсолютно любую видеокарту и atx блок питания и все это в принципе как-то вот так вот с виду должно вроде неплохо охлаждаться вот но вот что меня смутил это конечно вот это главное что должно быть я считаю в корпусах такого формата где продув снизу вверх это хороший быстро обслуживаемый пылевой фильтр но здесь он не хороший и не быстро ну как бы ну чуть-чуть быстро но не одни не удобный короче вам это просто обычный змеевик и по сути все что нужно было сделать компании или англи это какие-то дополнительные пазы может в ножках и нейлоновый пылевик в пластиковой рамке который будет спокойно у вас чик чик взять выезжать и вы его сможете по необходимости доставать спокойно пылесосить и все такое с этим же вариантом как бы вот вот как смотрите вот у вас налипла там пыль да вы взяли его типа продели так достали он у вас упал пыль упала там на пол и как бы и сами вот эти вот отверстия на этом пылевом фильтре они очень маленькие их гораздо меньше то есть они рубят поток воздуха минимум в раза полтора-два в сравнении с нейлоновым пылевиком и что касаемо цены на этот корпус если мы если мы его сравниваем с джонс буде 31 у джонс буде 31 вы его можете найти там от пяти с половиной до шести тысяч этот стоит 6900 в днс и как бы до переплата небольшая но учитывая что вот такая подстава с фильтром это конечно ну так себе вот смотрите такая вот внутрянка в целом я вот так немножко поизучал внутрянку этого корпуса и даже да как будто бы можно все тут очень грамотно сделать и охлаждать какой-нибудь там не знаю 14700 или даже 13900 возможно боковушки держатся вот на таких кругленьких ушках они быстросъемные плюс ну как бы можешь сказать что плюс учитывая что они с перфорацией и их тоже нужно будет периодически чистить в целом да это удобно сняли помыли там в душе их и это боковушка тоже также очень приятно снимаются за это конечно респект осик что видно вот здесь вот это вот кронштейн для установки 360 водянки ну или просто какой-то другой водянки в положении чтобы она выдувала в бок в таком случае у вас ставятся к примеру две или три вертушки снизу и сверху сверху можно поставить даже по моему три 140 ковки сюда влезет на 420 вода уже нет да нет конечно верхняя крышка на барашках так и здесь верхняя рамочка кронштейн уже не съемный просто заклепанный в него вы можете установить также водянку если вам не надо ее ставить сюда а ну смотрите как можно прикольно сделать что-то я не подумал даже об этом вы устанавливаете водянку вот на это место блок питания как вы поняли он ставится вперед либо через переходной кронштейн вот этот который переставляется на морду он устанавливается в бок и берет воздух вот с этого места случае если он вас случае если он у вас устанавливается спереди то он берет воздух из внутрянки корпуса и это наверное ну не совсем правильно блок можно поставить и sfx и да прикольно так то учитывая что здесь можно поставить две 140 миллиметровых вертушки а их же можно поставить на вдув но опять же это все без пылевых фильтров у вас на то вот эти две вертушки которые будут вдувать воздух они будут как раз четко дуть под сжо звучит как будто бы даже интересно крепится он на два винтика и и все так то есть вы можете снять его поставить вертушки установить я вот только не понял а есть ли такое в инструкции ну типа возможность поставить просто вертушки потому что я от листал я как будто не увидел такого журнальчик от лен ли да действительно такого варианта нет в инструкции то есть производитель я не знаю может не додумался что по факту этот кронштейн можно использовать для установки дополнительных вертушек для продува с живо сверху но кто не будет сюда собирать сборку делать сборку на на сжок каком-то то вполне себе любой почти любой кулер может влезть ну да где-то до 170 миллиметров передняя стеночка тоже достаточно просто это вот такой вот кусок пластика можно было наверно сделать в таком же стиле просто с какими-то прорезями чтобы тоже какой-то поток был чтобы можно было установить блок питания вертушечкой вперед и чтобы он отсюда брал какой-то воздух но вот так как такое вот дизайнерское решение если что вот этот кронштейн он регулируется здесь и вы его можете опустить при надобности а надобность она будет если вы будете ставить водянку наверх и в таком случае вот этот кронштейн он смещается чуть вниз для блока питания и да учтите что если в таком положении у вас горячий воздух от блока питания он будет попадать на ну какую-то вот часть с живо и в таком положении и в положении вот здесь как его ставить вот сюда так тоже он держится на двух винтиках и движением вверх снимается и даже по моему вы можете использовать его как крепление для блока питания и это у вас не будет мешать установке этих самых и создать дисков открутили кронштейн и переставили на какой-то уровень вот самый низ его даже можно поставить но в таком случае надо как минимум короткий блок какой-нибудь не знаю ну нет самый низ его не вариант ставить есть только у вас какой-нибудь sfx блок а вот если от x блок то вот вполне себе норм на вот такой вот высоте это в случае если у вас блок 14 сантиметров это вообще норм если 16 сантиметров но там же кабели немножко нужно будет подогнуть и вот в таком расположении блока питания сейчас скажу длину видеокарты потому что под блок питания уже не вариант ее будет запихивать 330 миллиметров в таком случае будет видеокарта у вас наверное это большинство видеокарт должны сюда встать так чтобы им не мешал блок питания в случае если вы захотели использовать если вы не используете например ssd ну как я уже сказал что и здесь скорее всего можно тоже сюда поставить вместе с блоком питания в комплекте здесь а комплектик вот такой это обычная коробочка контейнер прозрачный его можно использовать под какие-то свои таблетки здесь есть стоечки стоечки как раз вот используются для установки блока питания на на вдув вот с этого места смотрите как замечательно у нас есть как раз блок длиной 16 сантиметров сути ну большинство блоков мощных они вот такой длиной вот эти стоечки которая в комплекте идут вот такие длинные вы сначала вкручиваете в блок комплекте вот здесь такая штучка она типа должна у вас эти стойки прикрутить но она не того размера отлично вот вы прикрутили стоечки так вот выглядит это затем взяли кронштейн прикрутили вот так и здесь есть до отверстия чтобы вы нормально могли подключить питание давайте сейчас посмотрим действительно ли это нормально с напрягом конечно здесь да но подключить можно окей чего вот это так вот здесь но видимо да и вот в таком положении понятно а кстати смотрите а если у вас вот таким образом он поставлен то кабели которые будут выходить из блока питания они же будут материнке мешать да ну их придется как бы у вас вот здесь вот пучок вот этот вот образуется проводов учитывая что в модульных блоках питания они достаточно длинные где-то бывают даже такие толстые в некоторых плоские от плоские можно нормально раскрутить а вот толстые не очень и наверное это будет все мешаться но учитывая что здесь есть если у вас будет стоять помпа то норм если кулер то в таком положении естественно его ставить не нужно ну раз это задумано так значит уважаемые инженеры это все просчитали и провода не должны настолько сильно мешаться и вот таком виде сюда можно установить на этот боковой кронштейн либо водянку либо вертушки разъемчики здесь 2 usb 3.0 включение 2 раздельных аудио разъема и тайп си и по установке жестких дисков смотрите здесь в комплекте вот такие резинки вы их устанавливаете на винты винты вкручиваете в блок питания в жесткий диск и жесткий диск ставите но если вы ставите сюда вниз жесткий диск то у вас убирается место под одну вертушку под 120 куда 140 снизу поставить нельзя еще момент он немножко странный здесь есть вот такая вот быстросъемная площадочка стальная она здесь для того чтобы вы на нее установили держатель видеокарты вот так он выглядит вот малыш он здесь с магнитиком неодимовым и вы его в теории можете поставить ну на любое место но для него тут типа вот такая площадочка просто я к тому что если вот эта площадочка установлена то у вас и жесткий диск не встанет и вентилятор не встанет и ssd диск не станет просто вот из-за одно одного вот такого держателя поэтому я думаю что его лучше не использовать а куда-то в другое место его ставить как-то так потому что держаться он будет даже учитывая что здесь решетка в целом все должно быть ок можно конечно и пониже его поставить этот кронштейн с блоком питания вот так это будет выглядеть сверху да будет побольше места для сжо в таком положении наверно только sfx блок можно ставить чтобы он видеокарте никак не мешал во всех остальных это минимум вот в таком положении блока питания вам в любом случае придется ставить водянку сюда потому что наверх она уже не влезет а если блок питания опустить ниже что уже видеокарту никак не поставить поэтому если вы ставите так то водянку только сюда если водянка будет стоять на этом месте то сверху три вертушки на выдув и вот это вот задняя она обязательно на вдув вот так журнальчики показаны вот эти вот воздушные потоки в одном случае и в другом случае для того чтобы поставить sfx блок если что здесь вот такая вот дополнительная рамочка на вот этот кронштейн то есть вы убираете отсюда рамку для tx блока и ставите эту давайте размеры общие я вам теперь скажу в длину 440 миллиметров высота 320 миллиметров ширина 194 миллиметра наверное все кто вдруг забыл вот пожалуйста сюда можно пройти поставить дизлайк и оформить отписку и там же можно связаться со мной если кому-то нужна помощь в подборе комплектующих корпуса и прочего можете написать там спасибо что смотрели обнял и пока